В общем, я пишу на пирамиде, и я смог найти себе работу. Спасибо большое предыдущему докладчику, который показал, что все-таки быстро пирамида работает. Но в то же время я не хотел бы ввязываться во всякие холиворы, а просто я сегодня хотел бы рассказать о своем опыте использования фреймворка пирамид и C-Jango, потому что все практически знают этот фреймворк. Я думаю, можете поднять руку, кто хоть раз писал что-то на Django. Да, все-таки кто-то писал. И все знают все эти концепции, которые можно применить для того, чтобы рассмотреть, в принципе, изучить любой фреймворк, чем мы сегодня и займемся. Но для начала я хотел бы немного рассказать немного истории, вообще откуда взялся пирамид, потому что очень много мифов, каких-то стереотипных мнений у программистов об этом. То есть все вы знаете, что связан пирамид как-то с проектом Pylons. Причем некоторые думают, что вот был Pylons, и тут в комьюнити Pylons пришли zoop-аньяки, начали там чего-то такого вообще сумасшедшего писать, и тут бац, появился пирамид. Есть такое мнение, но оно неверное, потому что просто так не было. Да, конечно, в комьюнити появились люди, которые были причастны к разработке zoop, но они ничего в коде Pylons фактически не меняли. Вторая версия, которую я даже видел на Википедии, она говорит нам о том, что пирамид появился путем слияния кода, Pylons и другого фреймворка repos-bfg-repos. Но это тоже такая достаточно сумбурная версия, и на самом деле это тоже не так. И все-таки пирамид на самом деле это действительно repos-bfg-framework, плюс небольшие изменения, и фактически он перешел как бы под эгиду проекта Pylons. По большому счету пирамид это и есть repos-bfg с какими-то небольшими изменениями. Об этом, во-первых, вот есть пруф, вот, если вы посмотрите на сайте repos-bfg, который остался, как они пишут, для historical reasons, то вы можете увидеть, что код, база вся кода практически одинакова, с небольшими изменениями, которые добавились в поздние версии пирамида. Ну, практически все сказано, все тут понятно с историей. Двигаемся дальше. Ну, то, что если кто-то интересуется, что же общего, да, между пирамид и Pylons, потому что как бы все это под одним сайтом, да, под одним проектом, то вот быстренько, брифли, у них действительно один сайт, если вы зайдете на pylons.hq.org, то увидите там и документацию как для Pylons, так и для пирамида. Фактически одно комьюнити, они Pylons поддерживают для back-capability, для обратной совместимости, но практически ничего нового туда не добавляется, так как вся ставка сейчас у Pylons комьюнити на Pyramid, на развитие именно этого фреймворка. И, в принципе, как в Pylons, как и в многих других фреймворках, используются такие библиотеки, как WebOp, Maca, Paster используются для деплоймента. Ну и, пожалуй, все общего между Pylons и Pyramid. А так это абсолютно другой фреймворк со своими плюшками и возможностями. Двигаемся дальше. Ну и давайте быстренько посмотрим на пирамид. Вот, близ факты. Это, понятно, МВЦ. Это МВЦ фреймворк. Он тоже позволяет, как и Flask, делать визги приложения, получать в конце, использовать его уже для деплоймента через все, что захотите, все, что поддерживает визги протокол. Он испытал влияние при разработке, как говорят сами разработчики, еще репа с BFG, таких фреймворков, как Django, Zoop и Pylons. Они смотрели на эти фреймворки, использовали и пытались взять оттуда что-то лучшее, какие-то прикольные, интересные идеи, концепции. Также он, в принципе, минималистичен. Сейчас я дальше покажу. Это легко расширяемый. То есть он изначально задумывался, как плагабл, с возможностью добавлять в него различные расширения и приложения. И самое главное, если на прошлом пайконе о Python 3 практически я мало чего слышал, то похоже, что уже на этом пайконе Python 3 становится неким трендом. И может быть, когда-нибудь все-таки мы все на него перейдем. Так вот, пирамид, он уже изначально, по заверениям авторов, совместимый с Python 3. Хотя я лично не проверял. Вот ребята, которые пишут на Python 3, могут проверить. Я решил все-таки разжечь маленький холивор, сделать маленькое сравнение джанго и пирамид. Так вот, совсем чуть-чуть. Ну, во-первых, чтобы вы понимали разницу, джанго это все-таки фулл стек. Я думаю, все это знают. Фреймворк. А в то время как пирамид, ну, у него достаточно большое использование разнообразных библиотек, как, в принципе, и в Пайланс. Можно сказать, что такая вот достаточно сборная солянка. Ну, в джанго у нас классная очень структура, которая помогает многим программистам, начинающим быстро въехать вообще в веб-разработку, в какие-то там концепции необходимые для этого. И позволяет как-то стандартизировать это дело, чтобы находить потом программистов, да, и не тратить больше времени на то, чтобы они въезжали в проект. В принципе, это достаточно прикольно. Но в то же время, как в пирамиде, есть, конечно, определенная структура. Вот в скафолдах вы можете видеть это. Но в то же время там абсолютно большая свобода для папфантазии. Вы можете делать все, что угодно, как угодно. И зачем вам это угодно надо. Для джанго уже есть готово тьма тьмущие приложения. Очень-очень много пирамидовцы. Тоже стараются, пытаются не отставать, что-то делать. Но факт есть факт. Для пирамиды еще не так много приложений готовых, которые можно было бы взять и заюзать. Вот не так много, как хотелось бы. Хорошая документация в джанго. Ну и по NCHQ, если вы зайдете, да, в начале еще год назад у них было не очень хорошо с этим, но они стараются, они развивают. И документации там все больше и больше. Она описывает, в принципе, все аспекты использования фреймворка. Ну и тут, в принципе, еще быстродействие. Так как изначально пирамид был заточен на это. И нам спасибо, предыдущий спикер показал это. Ну вообще парамид это что-то новенькое. Все программисты любят что-то новенькое такое вот. И, ну как я говорил, уже Python 3 совместимость. Ну у джанго, к сожалению, нечем крыть на эти пункты. Это пример простого одностраничного приложения. Хоть, конечно, он тянет 8 зависимостей, но делается это pip install pyramid, после чего вы можете написать вот такую вот вещь и запустить свое приложение. Здесь, собственно говоря, видно две, можно сказать, очень важные части. Во-первых, это императивная конфигурация. Вот здесь мы видим, когда мы создаем объект конфигуратора. О, у меня есть указка. Вот. И конфигурируем, собственно, приложение. Мы его как бы делаем. Потом просто вызываем makeWisgy app, получаем application и запускаем. Все остальное это уже от лукавого. Ага, перескакиваю. Хотел бы показать небольшую рекомендуемую структуру, которая видна, допустим, в скафолде одной из пирамид. Как можно организовать проект? Обычно все, что касается императивной конфигурации, то есть создания объекта конфигуратора и всех вещей типа роутов и других конфигураций, ну, вещей, связанных конфигураций, выносят сюда вот файлик init.py. Здесь же мы получаем приложение само и используем его для поднятия там пайстером, гуникорном и другими вещами. Ну, собственно говоря, здесь есть папки для статика. Тут все всем понятно. Соответственно, темплейт, куда мы складываем темплейт, ну и модул спай, вью спай, тест спай, соответственно, для моделей вьюх и тестов, которые мы можем делать не файликами, а какими-нибудь пакетами и сложить туда все, что нам надо. Ну и перейдем, собственно говоря, к концепциям джанга. Я тут просто набросал вот так вот. То, что мы обычно используем, и то без чего, собственно говоря, веб-фреймворк, как бы не кажется уже веб-фреймворком, а просто какими-то библиотеками для чего-то. Ну и здесь URL-роутинг, вьюз, middleware, контекст-процессор, все, что мы знаем, джанга умеем использовать. И вот переходя на другой фреймворк, нам было бы классно вот что-то такое иметь и знать, как это делается в другом фреймворке. Ну и начнем, пожалуй… А там время мне показывают. Нет, я не слежу этим. Ага, спасибо. Начнем мы, пожалуй, с URL-роутинга, ну и в принципе в сьюз. То есть мы, как бы, когда создаем веб-фреймворк и используем, допустим, URL-диспатчинг, хотя мы можем использовать и traversal, мы хотим просто как-то замапить все это дело. В джанга это, понятно, через URL-роутер делается. Здесь это делается, как я говорил, в конфигурации есть такое понятие, как роутер. Просто мы говорим, вот есть у нас такой-то роутер, у него вот имя роут, и мы его привязываем к такому-то вот роуту URL, это URL-паттерн. Он похож, что работал с pylons на roads. Вот точно абсолютно аналогично, там, кажется, этот роутер библиотека используется. И потом мы можем поступить двумя способами. Во-первых, там же в конфигурации объекту добавить вьюху, сказать, вот мы присваиваем роутерн. Такому-то роуту вот такую вот функцию. Мы можем либо явно указать, импортировать откуда-то эту функцию указать, либо же сделать там string.name, и он умный сам поймет, где его брать и возьмет. Также есть возможность задавать вьюхи с помощью декораторов. То есть мы берем в проекте любую функцию, оборачиваем его в декоратор и указываем ей роутнейм и другие параметры. И происходит магия. Где-то запускается функция scan конфигуратора, который проходит по всему проекту, импортирует все модули и понимает, что вот эта вот именно функция, она должна быть вьюхой для именно этого роута. То, в принципе, достаточно просто и похоже на джанго. Вот еще немного про views, то есть, как я уже говорил, как их можно задавать. И еще множество интересных вещей, которые можно делать через параметры. Вот одна из прикольных вещей, это можно задать для одного и того же роута две разные функции, которые обрабатывают, допустим, пост и get запрос. То есть мы просто указываем в параметрах, какой request метод эта функция сейчас будет обрабатывать. И сделать две разные функции, если мы хотим get и пост запрос в разных функциях обработать. Также существует множество-множество других параметров, которые мы можем задавать для view конфигурации. Там и аджак запросы определять, в том числе чуть ли не для каждого хедера указывать, какую мы будем использовать вьюху. То есть достаточно гибко, если вам вдруг понадобится, можно использовать. Ну и, естественно, и вот такие фишки, как класс base views. Если вам хочется уже создать класс для ваших views, то можете это тоже сделать. То есть вы создаете обычный класс, конструктор которого просто передаете request. И потом любой из его методов декорируете этой же функцией. Происходит скан, небольшая магия. И этот метод вызывается потом как обработчик данного роута. И ему передается self, внутри которого уже роут, и все, что вам необходимо. Дальше middleware, которая в пирамиде называется twins. Сокращенно от слова between, то есть между. Тут достаточно интересно. Они, в принципе, задаются тоже через factory. Вот похоже немножко на flux. Там вообще все может задаваться через factory в пирамиде. Очень прикольная вещь. То есть переконфигурировать можно все, что угодно по желанию. И в этом factory тоже в зависимости от настроек environment вы можете настроить middleware свой. Ну вот это простейший случай, в котором просто какой-то статичная функция возвращается. Смысл тут в чем? То есть мы получаем хендлер. Хендлер – это некоторая логика обработки URL-диспатчинга и views, обернутая уже в другие twins. То есть фактически в зависимости от того, как мы расположили, оно оборачивается, друг другу передается. И так мы оборачиваем, оборачиваем. Похоже, как в pylons мы оборачивали application в middleware. И тут мы можем какую-то выполнять response равно хендлер. Это мы получаем некоторый response из хендлера. И сверху предварять какими-то проверками. Снизу там что-то делать с респонзом. Ну вот как в Django тоже там процесс request, процесс response. Подобные вещи. Ну и потом мы просто в конфигуратор добавляем этот пакет twin factory. И он уже дальше знает, что с ней делать. Так же как для всяких middleware purposes можно использовать, во-первых, механизм ивентов. Ну и никто не запрещает нам сделать хардкор визги middleware. И то, что мы получили через make-визги up, обернуть еще какой-нибудь frapper. Никто нам абсолютно этого не запрещает. Вот тут маленькая схемка, которая объясняет вообще, как все это проходит от момента, когда request поступает в application до момента, когда выходит response. Здесь я просто нарисовал, чтобы показать вообще, где какие события возникают и куда можно прицеплять обработчик событий для того, чтобы делать нужные нам какие-то вещи. Вот, значит, появляется request, который сначала проходит через наши хардкорные визги middleware. Потом, естественно, все это проходит через twins, которыми мы обернули наш хендлер. После того, как мы прошли через все twins и непосредственно добрались до логики обработки запроса, то вызывается событие new request, в который тоже мы можем повесить обработчики и что-то там нам необходимо сделать, если нам не хватило каких-то twins. После этого выполняется URL-диспатчинг. И такая интересная вещь, вне зависимости от того, вернул что-то в URL-диспатчинг или не вернул, нашел что-то или не нашел, выполняется traversing. Или traversal. Но он по-любому выполняется. Даже если мы его не используем, то пирамид нам возвращает некоторый root ресурс, какой-то по умолчанию, ну, для различных целей. Мы можем вообще о нем забыть и не использовать, то есть вообще забыть о его существовании. Но если мы используем traversing, то надо помнить. И если, допустим, мы используем root ресурс для задания каких-то прав, допустим, ICL, то тоже надо помнить, что он все-таки есть. Вот, как минимум один. Ну, после того, как произошел traversing, появляется событие context found, потом выполняется непосредственно та уже функция, которую мы описали, которая выполняет нашу логику, которую мы хотим. После этого, либо же наша функция, она возвращает какой-то объект, да, и автоматически вызывается рендер, если мы указали. Либо же мы можем напрямую вызвать что-то вроде render to response, выполняется рендеринг. И каждый раз перед рендерингом мы можем использовать событие before render. Потом мы опять выходим из всех твинцев обратно, и уже когда мы вышли, у нас появляется событие new response, которое тоже мы можем использовать. Вот такая вот схема, которая поможет разобраться и прицепить, что куда надо для обработки запроса. Контекст процессоры, их как таковых нет, такого понятия, как в пирамиде. В принципе, при рендеринге передается в шаблон два объекта registry и request. Как бы это практически все, что нам необходимо, и через это мы можем вытянуть все, что у нас есть в приложении. Но если нам этого мало, и мы действительно хотим добавить какие-то переменные, вот как типа в джанго через контекст процессор, то мы можем использовать событие before render. Делается это таким образом. Создается некоторая функция, которая вешается, как обработчик этого события. Ей передается объект event. По сути, это dictionary, в котором хранятся все переменные, которые будут передаваться в рендер. Ну и мы туда можем уже добавить все, что угодно, все переменные, которые мы хотим дальше использовать у нас в темплейте. Ну, HTML-рендеринг тоже тут немножко отличается. То есть есть, конечно, функции render to response и render. Аналог джанговского, допустим, render to string, который нам просто позволит какой-то вот сгенерировать текст, да, там, string и потом возвратить. Но в то же время мы во вьюхе можем указать непосредственно render. То есть в пирамиде есть такое понятие, как render. И когда мы указываем его, мы можем прямо в конфигурации вьюхе его указать. И это может быть либо само название render, да, и он уже там понимает, что делать в зависимости от его логики. Либо же это может быть путь к файлу и по расширению этого файла пирамид автоматически найдет нужный render, который должен, вот, допустим, либо Mac-шаблон, либо Jinja, либо там хамелеон-шаблон отрендерить и вызовет его. Тоже достаточно удобный, и не надо особо заморачиваться. Из коробки у нас есть Mac и хамелеон. Также есть там пирамид Jinja и куча уже готовых рендеров, которые можно подключить, если нам необходимо это сделать. Также есть JSON и plain text, которые называются string, рендеры, которые нам позволяют просто сгенерить либо JSON ответ, либо просто обычный текст какой-то, который мы хотим возвратить на запрос, в ответ на запрос. Также есть возможность добавления собственных рендеров, если нам мало тех уже существующих. Дальше у нас идет session authorization, которая тоже прикольная штука и хотелось бы иметь в нашем приложении. Тут уже немного нетривиальные вещи пошли. Ну, session тоже задается через session factory. Есть существующий, есть интерфейс, который описывает, что должен объект сессии делать. И можем взять готовый, написать свой, но из коробки у нас есть unencrypted cookie session, который мы можем взять и использовать для наших целей. В принципе, для многих задач этого может хватить. И есть еще два таких понятия, как authentication policy и authorization policy. Сейчас попытаюсь объяснить, что это такое. В общем, authentication policy – это некоторый объект, который получает данные аутентификации. И в зависимости от того, какой полиси мы указали, он может эти данные брать то ли из сессии, то ли вообще там из cookies. И он реализует фактически два метода remember и forget. То есть по ID-шнику пользователя мы фактически либо его запоминаем, либо забываем. Также есть у нас callback, который нужен для authorization policy. Этот callback, он вызывается, собственно, объектом authorization policy, который получает для конкретного юзера некоторые группы, которые используют для проверки пермишенов. То есть работает это так. Authentication policy отвечает за то, чтобы получить откуда-то ID-шник. И через callback он возвращает нам группы, в которых находится этот пользователь. И эти группы применяются в authorization policy. Мы в root resource, про который я упоминал, указываем все эти настройки, пермишены. Потом в настройках в юзах мы тоже добавляем пермишенсы для каждого из юхи. И они автоматом проверяются. То есть какой пользователь, в какой группе имеет ли он право это смотреть. То есть это достаточно выглядит нетривиально, но если вы хотите это использовать, то лучше взять готовый пример и там очень простенько показано, как это сделать. И просто и доступно. Потому что действительно объяснять на пальцах тяжело. Ну, forms и ORM, как таковых, их в пирамиде нету, поэтому вы можете взять все, что угодно, что ваша душа пожелает, то есть SQL Alchemy, и использовать. Также есть несколько прикольных библиотек для работы с формами. Всем известные Simple Form, Form Alchemy и VTF Forms. Для Simple Forms есть свой пакет, пирамид Simple Forms, который позволяет просто их интегрировать к нам в приложение, в то время как форма Alchemy, он уже по умолчанию заточен на SQL Alchemy. Extensions. То есть изначально, как я уже говорил, наша пирамида, она сделана как плагабл, для возможности добавлять каких-то новых приложений. И выглядит это похоже, как в Django, но сейчас объясню. Во-первых, на этапе конфигурирования, когда мы делаем наше приложение, мы используем функцию include и добавляем там string dotted name, какое-то другое приложение. В этом же приложении должна быть реализована функция include me, которая опять-таки получает объект конфигуратора и внутри там выполняет весь свой став, как-то конфигурирует его для себя. Но в то же время, допустим, если мы конфигурируем в другом приложении роуты, то мы можем добавить роут префикс. и просто какое-то приложение, да, там добавить префикс к нему, чтобы все роуты, которые добавил он, уже были с префиксом и не перекрывали другие урлы, которые могут быть у нас в главном приложении либо в других приложениях, которые добавляются к нам. Ну, то есть тоже это выглядит достаточно похоже, как в Django, да, но вот делается просто через функцию include. Ну, конечно, все классно, но есть свои сложности, они связаны с тем, что нету в пирамиде своей ORM, да, и поэтому в приложении, которое вы можете подключать, сторонним там могут быть модели, написанные на чем угодно и, соответственно, сложности их интегрировать к себе. С этим тоже надо повозиться. Ну, в принципе, вот в Django, как очень часто приходится возиться с темплейтами, настройками и другими фичами, так тут приходится возиться с моделями. Ну, в принципе, все мы к этому привыкли, да, и как-то мы там костылями какими-то все это прикручиваем, в конце концов она у нас работает. Админка. Вот, слышал мнение, которое витало, что если бы не админка в Django, то мы бы уже давно все про нее забыли и использовали там что-нибудь другое. Админка, которая в Django, там, по сути, реализует крут интерфейс, да, со своими там свистелками, типа инлайнов и тому подобное. Есть аналог такой в пирамиде. Вот есть пирамид formalchemy пакет, который интегрируется с SQL Alchemy, позволяет делать аджак с таблицей, фактически простенький крут интерфейс нам предоставляет, через который мы можем работать с нашими моделями. Но единственный у него минус, он выглядит все-таки убогенько как-то. Вот, не так приятно, как, допустим, Django. Но в то же время есть другой пакет, который называется FA Bootstrap, и который вот исправляет эту досадность и применяет довольно-таки симпатичный Bootstrap ко всему этому делу. Ну и в конце концов у нас достаточно веселая админка, которую можно показать клиенту, и он порадуется. И еще фактически это все, как я, ну все, о чем хотел сказать. Я прошелся по этим основным концепциям, да, там примерно объяснил, как это можно использовать и делать в пирамиде. Вот. И напоследок еще немного интересного, чего, ну, в Django не встретишь, и не сильно я встречал и в других фреймворках. Ну, во-первых, есть такие вещи, как response-адаптеры. Да, это имеется в виду, что наша вьюха может вернуть объект вообще абсолютно любого типа. И мы можем указать, зарегистрировать свой response-адаптер, сказать, вот, если вьюха возвращает объект такого-то типа, то у нас есть такой response-адаптер, который выполняет логику обработки этого объекта, и уже вот нам возвращает response в таком виде, который нам надо. Ну, можно использовать. В принципе, не обязательно, но мало ли кто-то захочет заморочиться, и для каких-то задач это может быть применимо. Также очень прикольная штука, как перехват exceptions во views. Вот, если мы какой-то функции в view.config укажем контекст и класс exception, то если где-то этот exception в приложении вызовется, да, там rise exception сделается, то у нас все не упадет, а вызовется вот эта вот другая вьюха. Вызовется вот эта вот другая вьюха, в которой мы получаем, во-первых, контекст request, то есть мы можем посмотреть, что произошло, там разобраться, возможно, и сделать какое-то действие, и вернуть уже response в зависимости от того, в зависимости от этого. Ну, очень удобно, допустим, когда возвращается http forbidden exception, то есть что-то произошло, у кого-то не хватило прав, и мы в этом вьюхе можем посмотреть, а что же, собственно говоря, произошло, и уже в зависимости от этого там сказать, либо у вас нету прав, либо вообще не залогировались, залогировались, либо это csrf, там какая-то ошибка. Вот, тоже, в принципе, прикольная фича, которую можно применить где-то для своих нужд. Также request factory, ну, в принципе, как я говорил, все можно настроить, то есть в пирамиде там все объекты наши, сессии, request, response, твинсы, 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 понятно, по умолчанию через factory. То есть все у нас делается, можно сделать через factory, можно использовать все по умолчанию, но в то же время можно все изменить как угодно. То есть в factory мы можем отнаследоваться от стандартного реквеста, подобавлять туда кучу своих каких-то методов и свойств, каких-то констант, чего-то там и использовать этот request объект. Вообще не то, что правильным тоном, но в пирамиде считается, что лучше все передавать через request. То есть все вот в request есть, да, вы оттуда все берите, чтобы не было каких-то глобальных там возможно контекстов в приложении. Вот просто передается request, register, и вот вы их используете. Вот, конечно, можно, да, можно использовать глобальный какой-то контекст, да, там все, ну, как тут уже говорилось, мы тут все хакеры, мы тут все программисты, мы можем это делать, но вот не рекомендуют ребята, как на вчерашнем докладе. То есть либерально все, но вот такие вот концепции и подходы. Консервативные. Вот, ну и если кто-то когда-то работал с зоупом, либо просто когда-то работал с траверсал и скучают по тем временам, то он может использовать это в пирамиде. То есть в принципе можно это вообще не использовать, просто берете там URL-диспатчинг, URL-ы прописываете в юхе, ну и делаете приложение как надо. Но если вам уже захотелось, то можете сделать траверсал, причем он сочетается с URL-диспатчингом. Как я показывал, сначала делается URL-диспатчинг и потом только траверсал. То есть имеется в виду, что вы можете какому-то конкретному урлу прицепить дерево ресурсов и когда вы вызовете этот урл, и там вот после него идет какой-то дальше паз, он возьмет этот ресурс, это дерево ресурсов, и дальше уже будет его траверсить. То есть можно делать параллельно как URL-диспатчинг задавать, так и добавить какой-нибудь траверсал, если вы захотите это сделать. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать вам. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть вопросы, я с радостью на них вам отвечу. В торнаде, в фласке, в джанге, везде как бы есть, допустим, если метод называется пост, и это, допустим, метод view, то будет вызван метод класса post, если пришел пост. Я имею в виду вот такой вот. Или это нужно вручную разруливать? Ну да, вот именно эту вещь вы вручную лучше разруливаете через view конфиг и цеплять до каждого метода. То есть такого, ну он есть, конечно, но это не как бы часть такая стандартная, это уже как расширение идет. Вот такой вот именно класс. Так, можно я вопрос задам еще? Я вопрос задам. А, да. Так, я еще сейчас понял из вступления, что примерно то же самое, что джанга, с какими-то техническими нюансами, небольшой разницей. Еще раз прошу. Что сейчас понял из презентации, что это почти то же самое, что джанга, с какими-то техническими деталями, разница в деталях, короче говоря. Можете кому-нибудь рассказать, для каких задач имеет смысл использовать парамид по сравнению с джанга? В чем, не знаю, большой плюс от использования парамид основной для практических задач каких-нибудь? Да, я понял. Спасибо за вопрос. Я не хотел показать, что это то же самое, что и джанга. Я просто хотел рассказать об этом фреймворке через концепции как раз джанга. Но в то же время, как я сказал, это очень, ну, в отличие от джанга, которая достаточно там консервативна, и если вы хотите что-то сделать необычное и пропатчить, да, вы что-то еще хотите добавить? Нет, я слушаю просто. Да, я понял. Вот. Если вы хотите добавить, то это вызывает сложности. То есть если вы хотите просто с нуля написать быстрое приложение, ну, то есть не быстрое, быстродействующее приложение, то лучше использовать пирамид, так как он работает быстрее, и так как у вас намного больше возможностей для того, чтобы там что-то переделать и оптимизировать. То есть на каком-то этапе, да, когда вы делаете джанга приложение, вы его быстро сделали, все классно, но на каком-то этапе вам надо будет там добавлять, что-то изменять, оптимизировать, что-то переделывать, если у вас приложение разрастается, и вот надо, ну, куча включать вещей, там, кэширование, оптимизации, и как раз в пирамиде это намного проще сделать, потому что он как раз заточен под эти вещи, все эти факторы и другие вещи, да, в том числе вот эти вот интерфейсы, про которые я не говорил, но они вот внутри там есть, которые позволяют вам через объект registry просто перерегистрировать адаптеры и какие-то классы, которые выполняют некоторые вещи и задать там свою кастомную логику для оптимизации некоторых вещей. То есть в плане гибкости, расширяемости и оптимизации она намного лучше, чем джанга. Я бы так сказал. Потому что я работал, ну, делал большие проекты на джанга, я, ну, помню, когда ты сталкиваешься с чем-то и очень тяжело, там, манки патчингом, какими-то фигнями, очень сложными все это переделывать, чтобы оно нормально работало, так, как хотелось. В пирамиде это делать все намного проще. Вот поэтому, если вот делаете какой-то большой проект, я бы все-таки, вот лично я бы выбрал пирамиду и посоветовал бы кому-нибудь, если бы меня спросили. Вот такой ответ. Два небольших вопроса. Опять же, в сравнении с джангу. Первый – это URL-роутинг. Есть аналог инклюд. Возможно, я пропустил. Вот в маппинге URL, в джанге есть инклюд, который очень неудобен. Есть ли что-то аналогичное в пирамиде? Да, 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 да. Я как раз показывал, это делается не прям включением урлов, а вот полностью вы включаете приложение, и его урлы включаются туда. И вы можете задавать для этого инклуда URL-профикс. Фу, профикс. Профикс, да, спасибо. И второй вопрос – это по админке. Допустим, насколько вот эти приложения для админки кастомизируемо? Потому что джангу админку пилят уже довольно долго. Она хоть со скрипом, с пинками, но ее можно кастомизировать, расширять довольно-таки серьезно. Как в сегодняшнем приложении говорили? В плане, конечно, мейчур кода джанга админка, она безусловно круче, но опять-таки я кастомизировал ее, и это такой труд не особо простой. А на самом деле пирамид, этот пирамид форма алхимии, да, он предоставляет некоторые базовые вещи, там достаточно все просто и легко кастомизируемо. То есть там обычный крут интерфейс, и уже туда вы можете докручивать все, что вам угодно, все, что вы хотите. То есть это намного лучше, чем все эти инлайны, какие-то страшные вещи, с которыми, да, это, конечно, классные инлайны, никто не спорит, но когда вы сталкиваетесь с какими-то кастомизациями в этих инлайнах, то это вот просто nightmare, какой-то ужас. То есть поэтому, да, она, конечно, проще, она уступает админке джанга, но в то же время ее можно переделать под свои нужды более легче, чем админку. Спасибо. Еще такой вопрос. Вот мы все сравниваем пирамид с джангой, а можно чуть-чуть ее сравнить с ласком, например. Вот мы говорим, что флаз классно, нету реквеста. Все. Мы говорим, что мы сравниваем пирамиду сейчас в основном с джангой. А если ее сравнить с ласком, например, в данной ситуации у нас тут есть реквест, там нет, там есть контекст, который, вы говорите, нехорошо используют в пирамиде, плюс на больших проектах флаз говорит, что они крутые, вы говорите, что вы крутые, джангой типа, ну, давайте может как-то чуть-чуть сравним флаз с пирамидом в данной ситуации, с большими проектами. Ну, смотрите, я еще раз говорю, что я не сравнивал только что джанга и пирамид, я просто использовал джанга для того, чтобы сделать овервью пирамидов в фреймворке. Если честно, то мне, ну, не хотелось бы вступать в какие-то холиворы, да, потому что их можно там плодить тысячи и показывать какие-то диаграммы, делать свои, вот, то есть вы выбираете тот инструмент, по сути, который вам удобно. Я вот говорю, вот есть такой инструмент прикольный, который вам позволяет делать то-то, то-то. А вот был вопрос по поводу, вот, где бы вы использовали, я сказал, да, как бы на большом проекте, где предполагаются какие-то изменения, оптимизация, я бы лучше использовал пирамид. Но если бы я выбрал, мне надо было там сделать какой-то быстро запилить проект, да, я бы, наверное, все-таки выбрал Джанго. Вот, хотя, в принципе, в последнее время практически с пирамидой не слезаю, потому что мне удобно, я привык. Вот, если вы привыкли работать на фласке, вы можете его там переделать, все что угодно, ну, ради бога. Я не буду вас переубеждать в этом, там, показывать вам какие-то диаграммы, потому что я лично считаю, что это неблагодарное дело. Вот, и говорить о каких-то преимуществах пирамида перед фласка, ну, наверное, тоже я не буду, это достаточно фласк, прикольный проект. Я вот на предыдущем докладе увидел, что у него тоже много, множество есть каких-то расширений, библиотек. Но если вам нравится, пожалуйста, используйте. Спасибо. Спасибо за доклад. Дебаг и диплоймент, пожалуйста. Дебаг и диплоймент. Дебаг по умолчанию есть у него свой дебаг тулбар, который, в принципе, аналогичный Django тулбар, практически один в один, который позволяет интерактивный код. Если у вас трейсбэк случился, прям по строчкам выполнить интерактивный код, посмотреть, что там, посмотреть все квери и тому подобное. В принципе, достаточно прикольно. Ну, а деплоймент, то есть вы в конце получаете, как я говорил, обычно визги приложений. Как вы уже его задеплоите, ну, это все зависит от вашей фантазии. Через Spacer, через Gunicorn, через U-Visgi, через все, что угодно. Спасибо. Можете, пожалуйста, сравнить ORM Django с темой ORM, которую вы используете в пирамидах в ваших повседневных проектах? Ну, тут опять меня хотят направить какой-то холивор, типа Django ORM with SQL Alchemy. SQL Alchemy несравнима, в принципе, с Django ORM, но это разного класса продуктов для разных немножко вещей, с моей точки зрения. Что? Я же говорю, что SQL Alchemy с Django ORM сравнивать некорректно, они создавались для разных целей. Django ORM заточен более на решение задач, которые появляются при построении веб-аппликации, а SQL Alchemy – это ORM общего назначения все-таки. Там, начиная с того, что есть несколько подходов, вы можете использовать, а вообще ORM как таковое, можете вообще не использовать Object Relationship Mapping, использовать SQL конструкции в паттернных языках. Ну, в смысле, через методы, через вызовы самого питона, то есть в обход классов вообще. За меня уже ответили на вопрос, спасибо. Но я хотел бы от себя добавить, вот вы можете, в принципе, Django ORM использовать в пирамиде, никто вам этого не запрещает. Раз, это действительно немного разное ORM по своим концепциям, да, в Django это больше как Active Record, да, такая концепция, а в SQL Alchemy больше как Mapper, но небольшими там какими-то движениями можно из SQL Alchemy Mapper сделать Active Record, то есть переопределить базовый класс, и все, у вас уже Active Record, использовать так, как вам больше удобно. Ну, в принципе, от себя хочу добавить, что по моему опыту работы с этими двумя Django ORM, SQL Alchemy мне показалось просто более гибче, в нем больше возможностей, чем, допустим, в Django ORM, потому что в Django ORM бывает сталкиваешься с какими-то задачами, которые, ну, просто вообще сидишь и не знаешь, как делать, хоть там RAW SQL Alchemy пиши, ну, очень сложно. В SQL Alchemy все-таки я нашел для себя больше возможностей для, ну, больше возможностей для гибкого там создания queries, каких-то запросов и оптимизации в том числе, кстати, что очень немаловажно, потому что оптимизация тех queries, которые Django ORM выдает, тоже такая нетривиальная задача, которая заставляет там подумать хорошенько. Спасибо за доклад. Вы тут в ответах упоминали про интерфейсы, адаптеры. Я так понимаю, это навеяно что-то из ZOOP. Вот. Такой тогда вопрос ZOOP кичится своим там компонентной архитектурой. Есть ли что-то подобное в пирамиде? На каком она уровне? Чем отличается от ZOOP, может быть? Собственно говоря, в самом коде сначала как бы repost BFG, так и пирамид потом. Вот там вот внутри, да, там используется компонентная архитектура ZOOP, как раз определяются все интерфейсы. Можете просто зайти в коде, посмотреть интерфейсы. Там описаны все интерфейсы, которые используются для этого. Есть объект registry, через который все эти адаптеры, utilities, они регистрируются. Но по большому счету без необходимости вы можете туда и не лезть. То есть, как я показал, да, если вам просто надо запилить приложение, вы можете использовать то, что на топ-левел и просто забыть о том, что там внутри, что там существует. Если уже хотите конкретно поразбираться и что-то там очень сильно переделывать, то можете посмотреть все эти интерфейсы, перерегистрировать это все и сделать так, как вам хочется. Спасибо за доклад. Вот вы использовали когда-либо атрибут в раппер к виду в пирамиде? В пирамиде к виду можно прицепить в раппер. Нет, не использовал. А, есть, да, такое, но я его не использовал. Хотел бы отметить очень классная тема. Она позволяет создавать цепочки вызова видов. Вы можете задать, какой вид будет вызвать вам после вызова этого. То есть вы можете срендерить сначала часть, потом вызвать layout, который вокруг этой части отрендерит все остальное. Это дает очень большое преимущество при рендеринге Ajax-подобных страниц и настройки именно это Ajax-запрос, не Ajax-запрос, какую часть отрендерить отдельно. Я так понял, там идет у вас registry, это отзыв, что-то притянулось. Компонентные, да? Все, понятно. Спасибо за вопрос. Я думаю, что вы уже на него ответили. Все, больше нет вопросов? Буквально пять слов, может чуть больше. На самом деле в пирамиде там куча возможностей, те же в рапперы, которые я многие не использовал, честно. Я использовал только то, что мне надо было. Но в документации там много всего. Это действительно очень мощная штука, которую, ну, если бы я рассказывал про все, то, наверное, бы не влез и в час. Поэтому вот...